Всем привет! На моём канале в последнее время вышло немало-таки видосов по древним свиткам, одни из которых даже набрали больше двух тысяч просмотров, чему я не сказано рад. И раз ТЕС может приносить просмотры, то тогда этот конвейер не остановить. Ну, может быть он и остановится, я не знаю. Так вот, все эти ролики были дурацкими, даже может смешными, и были не обзорами игры, а просто видосами на отдельные темы. Сегодня же я решил как раз и сделать такие обзоры, но не на Skyrim, не на Oblivion и даже не на Marvind. Встречайте, ну, типа обзор игры Wilder Scrolls Клинки. Если вы забыли, что это за игра или не помните, то я поясню. Это своего рода урезанный, даже очень урезанный Skyrim на минималках с однокнопочным геймплеем и микротранзакциями. В один момент я даже расхотел делать на эту игру обзор, но потом всё-таки решился написать сценарий. Видео растягивать не хочу, поэтому взглянем на игру быстренько, чекнем на сюжет и режимы, геймплей, графику и всё такое. В конце подведу итог и можно будет расходиться. Ну а с вами снова я, Motion Blurr, доставать тимми, щит и слабое зелье лечения. Ведь сегодня мы отправляемся в бездну, освободим мирных жителей и посмотрим на умопомрачительные анимации открытия сундуков. Сюжет и геймплей Как и подобает всем играм серии ТС, начинать играть мы будем за изгоя. Не спрашивайте, что такое с графикой случилось, потом объясню. Сбегая из леса, мы попадаем в разрушенный город, в котором нам уже дают создать своего героя. Хоть редактор здесь и неплох, получилось у меня как-то так. Так, помню, как раз сидел на уроке и в тот момент я попросил свою одноклассницу назвать любое женское имя. Она сказала Маша. Ну, Маша так Маша, мне-то чё. Что именно такое есть уникальное в сюжете, я сказать не могу, так как я все диалоги скипал. Уж больно мне не нужен сюжет в мобильной игре. Может я уже донатить хочу. А вы мне тут текста даёте. Кстати, насчёт донатов, здесь не всё так плохо. Донатных товаров немного. Да и так, сам ассортимент не густый. В общем, став мэром жителей деревни номер 13, нам нужно её теперь чинить. А чтобы починить, нужны материалы, которые можно получить за гринд и выполнение заданий. Есть как и ежедневные миссии по типу. Убей столько скелетов, собери чего-то, освободи кого-то, иди туда не зная куда, принеси то не зная что. А есть и огромная карта сюжетных заданий, в которой примерно такие же миссии, которые я озвучил вам 10 секунд назад. Квестов очень много. Проходить всё это явно не буду, делать мне больше нечего. Как-то так. Общаешься с жителями, они дают задания, выполняешь, строишь дом и по новой. Как-то так. Сюжет, повторюсь, здесь тоже есть, но на него я забил с экрана ещё загрузки. Кроме сюжетных миссий, есть и другие режимы, такие как арена, бездна, которые открываются чуть позднее. Есть ещё гильдии, но это типичные союзы мобильных игр, их все знают. Режим арены представляет собой арену, в которой нужно сражаться против других игроков. Но так как это говноигра, мне сразу же противником выступает чел 31 уровня, который выносит меня с 1-2 ударов. И я сразу же забил на этот режим. Но когда я решил в него вернуться, то увидел ту же самую картину. Даже хуже. Но от бездны я ждал много, так как налога были изображены в рта Абливиона. Но оказалось всё куда проще, чем я думал. Это просто бесконечная пещера, в которой нужно собирать лут и убивая врагов повышать уровень бездны. Чем выше уровень, тем враги сильнее. Но предметы круче. Ну и так, пока герой не погибнет. Ладно. Со временем я полюбил этот режим, довольно прикольный и даже в какой-то степени интересный. Поначалу меня бесил геймплей, но спустя несколько часов я понял, что такой именно и нужен. Герой может передвигаться либо джойстиком, либо нажатием на экран. Куда нажмёшь, туда и пойдёт. Я же рекомендую передвигаться джойстиком. Им куда удобнее. Светящиеся объекты можно ломать. Едой можно восполнять хп, а в сундуках иногда можно найти годную броню. Меню героя здесь обычное. В одной части мы одеваем героя, в другой прокачиваем навыки, а в третьей мы можем посмотреть наше изделие и что хранится в инвентаре. Сражение проходит довольно интересно. Либо игрок может подбежать врагу, либо наоборот. Когда начинается батл, никуда свалить не получится, придётся драться. Щитом можно прикрываться от ударов, а мечом кромсать противников. Мечом в принципе можно вытворять прикольные цыганские фокусы. Драться одно удовольствие. Кроме обычной атаки, можно брать усиленную и магическую. Ну и зелем никто не запрещает пользоваться во время боя. Врагами выступают множество противников, такие как бандиты, скелеты, сприганы, волки и другие. Локации в основном делятся на леса, пещеры и форты. И подземелья. Не густо, не густо. Ну, что имеем, то имеем. Что же там по графике, то она ужасна. Я, конечно, понимаю, что игра вышла в 2018 году, и тогда телефоны были послабее. Но можно же было выпустить патч или обнову для телефонов поновее. Ну или хотя бы настройки графики добавьте, которых просто нету. Картинка очень мыльная. Будто с Карим на свиче. Я не играл с Карим на свиче, поэтому кто играл, напишите, мыло там есть или нет. Ну вот кроме андроидов и айфонов, она, кстати, есть, эта игра и на свиче. Но если на телефоне шакальная картинка, то на свиче какая будет? Ну, ладно, я посмотрел, на свиче нет мыла в клинках. Тогда почему оно есть на телефонах? Ну блин, на свиче игра чётко выглядит, аж даже завидует. Ладно, ладно, довольствуемся малым. Да даже в Моровинде как будто графика лучше из-за отсутствия вот этого вот мыла. Я бы лучше поиграл в игру с графона 2003 года, чем 2018 года с мылом. По итогу могу сказать, что игра мне понравилась. Но я её не могу порекомендовать. Если у вас консоль или ПК, то скачайте или купите нормальные номерные части серии. Экспириенса будет куда больше. Да и крупные игры более подработанные. Но если хотите игру про рыцари на телефон, то как вариант. В общем, игра тянет на 5, 6 и 10. Прикольно, играть можно. Но картинка да. И так, по мелочи, чего мешает погрузиться в игру. Ну а вы играли в Тест Блейдс? Если да, то напишите как вам. А если нет, то будете играть или нет. Ставьте лайки. Если понравился обзор, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить больше годного контента по древним свинкам. По древним свиткам. Ну а с вами был я Motion Blur. Я размываюсь, но не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.